Всем привет, я Макс и сегодня у нас на обзоре телефон раскладушек от компании DIGMA LINKS A200 Ну и что ж, перейдем к самому обзору Да, телефон вышел не в этом году, а в прошлом Но посмотрев кучу раскладушек за эти деньги Я лично выбрал данный телефон как самый лучший Конечно же за эту сумму Ну начнем как обычно с внешнего вида Телефон полностью пластиковый и очень легкий После смартфона особенно На корпусе имеется разъем для наушников, кнопки громкости на правой грани А также разъем для зарядки, microUSB внизу корпуса На тыльной же части расположились камера и динамик И небольшой фонарик, который светит слабенько, но можно подсветить тот же замок в двери Под крышкой находится съемный аккумулятор, а также разъем для двух полноценных сим-карт И отдельный слот для карт памяти Да, также открыв смартфон, на одной части расположился экран, а снизу кнопки с крупными цифрами Качество сборки мне лично понравилось Съемная крышка плотно прилегает А также открыв смартфон, он выглядит довольно таки неплохо для такой стоимости Бабушкафоном его сложно назвать Все выглядит красиво, но конечно же опять же для этой стоимости Перейдем к экрану телефона Он имеет размер 2,4 дюйма с разрешением 320х240 точек Матрица используется TN Яркость дисплея среднего уровня На солнце на максимальной яркости дисплея можно рассмотреть набираемый номер и сообщение Так как оно находится на белом фоне Но если зайти в тенек, то и подавно все отлично видно на экране Да еще по корпусу кнопки смартфона крупные Промазать по ним точно не получится, а цифры видно прекрасно Что касается текста, я лично считаю, что размер приемлемый Чтобы рассмотреть даже человеку в возрасте При этом есть отличная подсветка для всех кнопок Сами кнопки прорезиненные По звукам смартфон опять же нельзя назвать самым громким Ну и тихим тоже нельзя назвать В разговорном динамике все слышно нормально И собеседник через микрофон также слышит вас хорошо Прислушиваться мне лично не приходилось Основной динамик, который расположился на тыльной части Также хорошо себя показывает Звонок вы не пропустите А также отмечу хорошее чистое звучание Также имеется радио, которое работает и без наушников И при необходимости можно подключить наушники и слушать в них музыку и радио Звук в наушниках моно, но хорошего качества Также, как можно было заметить, у телефона есть кнопка SOS Которая можно просто настроить По нажатию на нее можно будет позвонить Отправить смс до пяти номерам сразу А также есть сигнал фирены Все это можно включить в настройках данной кнопки По автономности аккумулятор заявлен на 750 мА Ну это конечно мало о чем он говорит Но протестировав данный телефон могу точно сказать В режиме ожидания телефон спокойно может пролежать одну неделю А то и больше при полном заряде аккумулятора А если разговаривать по нему каждый день То телефона хватит примерно на двое-трое суток Ну и последнее, что важно в телефоне Это его программное обеспечение А точнее его стабильность И удобство использования любому человеку В общем, использовав телефон одну неделю Я могу точно сказать, что по мне телефон удобный И программное обеспечение избавлено от лишних приложений Только все, что необходимо Это конечно же телефонная книга, сообщения, профили, звука, мультимедиа, камера, файлы и даже интернет И конечно настройки, которые не такие и сложные В них всего 8 пунктов И все они вроде как понятны Также проверял интернет Да, он здесь работает по GPS Но это точно в данном телефоне для галочки Не более того Да и маловероятно, что в 2018 году кто-то захочет пользоваться интернетом в телефоне Да, также попользовавшись какое-то время Телефон могу сказать, что работает прошивка быстро А также порадовало наличие FM-радио, плеера, которые быстро запускаются А также имеется Bluetooth для передачи файлов Приложение камеры запускается примерно за 2,5 секунды И да, вы скажете, зачем бы она нужна в подобной звонилке Но все же, здесь она присутствует И если вдруг вам понадобится сфотографировать текст Или запомнить какое-то место Она вам точно поможет Но примеры фотографии и даже видео Вы сами можете посмотреть на экране Также данные фотографии и видео доступны по ссылке в описании под видео Да, забыл сказать У фото и видео присутствуют свои настройки Например, таймер при фотографировании А также можно выставить устранение мерцания 50 или 60 Гц По части сигнала сети В городе при двух работающих симках на телефоне Проблем у меня лично не возникло Да, также должен сказать, что в данном телефоне В программном обеспечении отсутствуют какие-либо игры и калькулятор В общем, в итоге, что я могу сказать За 1200 рублей это отличная покупка И если вы выбираете телефон своим родителям То это будет правильной покупкой Ссылки, где можно купить данный телефон В описании под данным видео Ну а на этом все Спасибо за просмотр Если понравился обзор Обязательно нажимайте лайк и подписывайтесь на канал Чтобы не пропускать свежие видео Ну а также, если есть вопросы Пишите их в комментариях под данным видео Удачи всем и пока